Я хочу на эту сцену пригласить девушку, которая задает темп своими личными действиями в бизнесе и показывает большой пример для своей команды. Это молодая, красивая, амбициозная партнер в квалификации председателя совета директоров. Екатерина... Знаете фамилию? Екатерина Шорохова. Аплодисменты. Доброе утро, лучшие люди Земли! Как ваше настроение? Выспались? Как себя чувствуете? Кофе попили, чай? Супер! Значит, там никто ходить не будет. Вы будете слушать меня. Это круто. Давайте будем знакомиться. Меня зовут Катерина Шорохова. И у меня к вам просьба. Пожалуйста, поаплодируйте тех, кто меня знает. А теперь, пожалуйста, поаплодируйте тех, кто меня не знает. Будем знакомиться. Ну что, я вижу, что вы готовы воспринимать информацию дальнейшую, верно? Сегодняшний день будет такой же яркий, такой же насыщенный, как вчера. Поэтому я вижу, что вы готовы, что вы смотрите на меня, слушаете. Итак, поехали. Что вы видите на этом слайде? Еще можно громче? Вы знаете, как-то раз мне попалась в руки книга психолога Михаила Литвака. Книга называется «Принцип сперматозоида». Литвак раскрывает там теорию о том, что каждый из нас, абсолютно каждый из нас изначально рожден лидером. Я вас хочу поздравить, каждый из вас когда-то выиграл бешеную гонку. Это произошло в день вашего зачатия. Конечно, вы этого не помните, потому что тогда вы были сперматозоидом. И ваша цель, к которой вы стремились, была впереди. И эта цель называлась яйцеклетка, яйцеклетка вашей матери. Была очень сложная гонка, было очень много препятствий на пути к главной цели. Больше всего скажу, что у вас было огромное количество конкурентов. 50 миллионов ваших братьев и сестер также хотели забрать этот приз. Но этот приз забрали вы. И этот приз называется «Жизнь». Вот об этом говорит Литвак в своей теории. А вообще кто-нибудь слышал об этой теории? Может, читал книги Литвака? Поднимите руки. Есть такие? О, слушайте, круто! Как у вас вообще теория? Как вам эта теория? Что каждый из нас рожден лидером. Меня эта теория очень сильно впечатлила, и я в этом убеждена. Я полностью разделяю его идею. Может быть, вы слышали о том, ну, есть такая очень популярная фраза, что лидером не рождаются, лидером становятся. И я сегодня тоже буду говорить об этом. Да, идея очень крутая, что каждый из нас по природе уже является лидером. Каждый из нас уже выиграл главный приз. И мы это сохраняем на протяжении всей жизни. Но я начала задумываться о том, почему же в дальнейшем в жизни не каждый из нас проявляет лидерскую позицию. Но ведь так? Не каждый из нас сейчас является президентом, чемпионом, долларовым миллионером. И я начала думать, размышлять, почему же происходит так? Каким же качеством тогда обладал тот самый сперматозоид, который забрал главный приз? Как вы думаете, какое качество помогало ему достичь цели? Какое? Есть у вас идеи? Можно громче? Скорость? Еще? Желание? Еще? Цель? Классно, но, к сожалению, я не услышала ответа, к которому пришла я. Я поняла, что этот сперматозоид, один на 50 миллионов, просто верил в себя. Он был убежден в том, что он достигнет цели. У него не было никаких сомнений, что он придет к ней. И основой лидерства, как я понимаю, является вера в себя. Это база. И я хочу сказать, что я начала думать на эту тему, а что же происходит дальше? Ведь смотрите, каждый из нас рождается с этой базовой вещью, лидерством, но не каждый из нас в дальнейшем поддерживает ее. А по сути, что происходит? Каждый из нас рождается и попадает в какую-то среду, в среду обитания, попадает в какое-то окружение. И это окружение либо в нас взращивает в дальнейшем веру в себя, либо она ее погашает. Скажите, пожалуйста, кому знакомы эти фразы? Кому говорили такие фразы? Есть знакомые? Поднимите руки, а давайте так, поднимите руки, пожалуйста, те, кому говорили такие фразы в детстве. О, а какие фразы говорили? Какие популярнее всего? А что еще говорили? Ага, еще что? Такого прям жизнеутверждающего. Так, куда пошел? Смотрите, история какая. Каждый из нас попадает в определенную среду. И по сути, что формирует нас? Значим мы взрослые, которые сопровождают нас, которые растут, среди которых мы растем. Это наши родители, это наши воспитатели, учителя, тренера. И что происходит по сути? По сути происходит то, что мы с вами как семечки, которые попадаем каждый в свой горшочек, и каждый попадает в свою какую-то почву. И у кого-то эта почва благородная, плодотворная, и которая взращивает в нас веру в себя, а у кого-то нет. Это не говорит о том, что у каждого из вас такое было. Но есть люди, и самое страшное, и самое ужасное, что большинство из нас слышали эти фразы. Что происходит дальше? А дальше мы с вами либо усиливаем веру в себя благодаря окружению, либо мы с вами ее теряем. И самое ужасное, наверное, то, что вот этот вот парад поколений, когда нам передается нам от родителей, нам передается это от родителей, мы передаем это своим детям, и тем самым мы нарушаем закон природы. О чем говорит Литвак? Что каждый из нас рожден лидером. Мы нарушаем своим воспитанием, мы просто меняем законы природы. И постепенно большинство из нас эту веру в себя просто утрачивает. Со мной тоже произошла такая же история, похожая, сейчас я не расскажу. На этой фотографии, вот в нижнем кружочке это я, а на верхнем кружочке это моя подруга, ее зовут Аня. Кстати, небольшое отступление, если вы заметите, посмотрите, какие суровые дети 80-х. Мне кажется, только я одна чуть-чуть улыбаюсь. Чуть-чуть. С Аней мы дружим с 4 лет. Мы с ней выросли на одной улице строителей, села Исецкого, Тюменской области. И вы знаете, с самого раннего детства мои родители меня постоянно с ней сравнивали. И причем сравнивали не в мою пользу. И это очень сильно сказалось на моей самооценке. Моя самооценка была нестабильной. И я постоянно находилась в доказательстве своим родителям, что я лучше Ани, что я могу быть, как она. И у каждого из детей, кто прожил такое же состояние, кто получил такое же отсутствие поддержки в детстве, у каждого есть свои какие-то моменты в жизни. И вот такое токсичное отношение, то есть, когда мы с вами не ощущаем поддержку, мы начинаем постепенно, как я сказала, терять эту веру, и мы начинаем уходить в разные сценарии жизни. У каждого сценарий свой. Бывают порой очень страшные сценарии, когда люди уходят в какие-то абьюзивные отношения. Знаете, сейчас такое модное слово, да? Токсичные отношения. Кто-то уходит в трудоголизм, кто-то уходит, не знаю, там, заедание, кто-то уходит в алкоголизм, то есть сценарии могут быть абсолютно разные. У каждого свой перегиб, и у каждого есть свои способы излечения от этого. И у меня тоже есть такой перекос, только мой перекос выражался в другом. Я на протяжении всей своей осознанной жизни доказывала своим родителям, что я хорошая, что я есть, что меня можно любить. И я доказывала это через свои достижения. Я доказывала это через свои победы. Я доказывала это через победы в конкурсах, через достижения в карьерной лестнице, даже в бизнесе. Я всегда пыталась сказать своим родителям, что я хорошая, и что меня можно любить, что я есть. И я хочу сказать, что на самом деле, если бы я получила ту самую веру в себя, которая должна быть априори, должна была во мне развиваться, возможно, те достижения, которых я достигаю, и сейчас достигаю, и раньше достигала, возможно, это приходило бы ко мне гораздо легче и проще. И есть хорошая новость. Есть хорошая новость в том, что мы с вами, будучи взрослыми и осознанными людьми, можем сами сформировать ту самую веру, которая нам не хватила в детстве. Мы можем сами ее взрастить, мы можем сами ее получить где-то извне, в той самой среде, найти ту самую среду, которая нам не доставала в детстве. Ведь что такое, по сути, вера в себя? На самом деле, вера в себя — это та база и основа, которая дает нам и открывает нам веры во многие сферы нашей жизни. Веря в себя, мы можем с вами построить прекрасные психологически зрелые сексуальные отношения с мужчиной либо с женщиной. Веря в себя, мы сможем с вами воспитать здоровых, свободных и счастливых детей. Веря в себя, мы можем с вами легко идти по карьерной лестнице, никому и ничего не доказывая, просто веря в себя. Веря в себя, мы можем получать новые увлечения, хобби, не знаю, встать на серф, на сноуборд, подняться на гору Эверест, просто потому что у нас есть вот это то самое качество веры в себя. И, по сути, в нашем базовом блюде, в нас уже есть все. Просто, возможно, кому-то не хватает вот этой маленькой щепотки веры в себя. Как вам такая идея? И посмотрите, пожалуйста, на лица этих людей. Кого вы здесь видите? Кого вы здесь видите? Я вижу на этом слайде красивых, сексуальных, успешных, верящих в себя людей. И когда ко мне подходят партнеры, порой говорят, Кать, я не знаю, получится у меня бизнес, не получится, я не знаю, сделаю ББС, не знаю. Я говорю, слушай, я верю, что у тебя получится, я верю в тебя. И если ты в себя сейчас не веришь, возьми мою веру на прокат. Как вам такая идея, если каждый из нас сейчас получит ту самую щепотку веры в себя, и вместе мы сейчас можем с вами это сделать? Как вам такая идея? Давайте на счет три, мы три раза просто крикнем, я верю в себя. Готовы? Готовы? Поехали. Я верю в себя. Я верю в себя. Я верю в себя. Дима, граунчисти. Я очень рада, что сегодняшний день вы начали с того, что добавили немного веры в себя. Я рада, что сегодняшнюю дальнейшую информацию, все инсайты и осознание вы будете получать с новой позиции, с позиции людей, верящих в себя, с людей, которые могут достигать огромных результатов в жизни. На этом все. С вами Бела. И с вами делилась верой в себя Катерина Шорохова. Я Катерина Шорохова! Катенька, спасибо тебе большое! Катенька, спасибо тебе большое!